Цирк Согласно закону, я имею право на альтернативный осмотр. Будьте любезны, мне его предоставьте. А любое заседание открытое? Можно, да, заходите? Да, заходите, пожалуйста. Ой-ой-ой. Надеюсь, без стволов. Стволы не взведены, ничего. Моральное давление от настоящее. Еще эти пистолеты, они же вас взяли? Да прямо сейчас, можно прямо тут же навалять, как я смотрю. В смысле, штаны от морального давления. Да, конечно, мне уже страшно. Так, все, ведем себя тихо, прилично, никто не выкрикивает. Суд значит суд. Держим себя в руках. Ну, я думаю, посторонних третьих лиц, граждан, можно убрать. Или вы как, будете как слушатели присутствовать? К нам же платят, кто у нас платит? Оксана Бугалкова, я понял. Ну, с каких этапов у нас слушатели обвиняют, что нам им платят? Кто-то что-то платит. Ну, обвиняют. Это зачем? О, единомышленные, скажем так, говорят. Ну, вы видите, что после этой ваннички пуля не начинаете? Да. Галиматия, да. Ну, под их очень. Масло масляное, беда бедная. Короче, здесь вот. Вот у них вот это вот все. Ну, они заумеют. Здравствуйте. 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 Хорошо присаживайтесь. Посмотрим жалобы Боробьева. В порядке ст. 125 на постановление участкового помомоченного Смирнова об отказе в возбуждении уголовных дел от 11 октября 2019 года. Секретарь, предлагаю предложить ее опту. В судебном заседании явился заявитель Воробьев, помощник прокурору Красноктябрьского района Каменек. Не явились в судебное заседание начальник отдела полиции Воробьев Тоский и участковый Смирнов. Личность заявителя устанавливаем, назовите фамилию и отчество, дату места рождения. Александр Иванович. Александр Иванович, Воробьев, 12-го, 12-го. Представьте, пожалуйста, с ним, если вы заряжаетесь. Хорошо. Согласен. 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 Воробьев, Александр Иванович, дата места рождения. Ну, там все написано. Это вас. А, вы хотите от меня в случае? Да, да. Ну, хотел бы я вообще узнать, с кем я общаюсь. В случае, все ли мы все хотим. Состав судан будет объявлен позже. Личность установлена согласно порядку установленного уголовного процесса. Что вы улыбаетесь? Соблюдайте порядок. Нет, просто так и вы соблюдаете. Мне не нравится, что вы улыбаетесь стоите. Соблюдайте тишину. И так и вы соблюдаете. Не надо улыбаться. Мы все молчим. Судебный перестань. Достав Коротotal обоис... Пристаньте пожалуйста, кто взял судебный заседание и участвует в процессе и разговаривает. А что обязывает? Пристаньте пожалуйста. Я не буду вставать меня... Кто у меня вниз? П아стуйте, скажите. Приказ обоединение мне покажет. Я встану. Работайте зал судебный сад grants решает 선거. Так еще заседание не началось, как нам в hurdle Republican. А еще вы не открыли? Мы откроем тишину, мы можем говорить. Когда откроете вот тогда мы будем молчать. Пред unclear Turner. Ваше пов Черное судебное заседание покиньте. И что, вы будете ко мне тут силу, что ли, применять? Я не могу ходить, я же ходить не вижу. Уважаемая помощь прокурора, хочу вам сказать о том, что вы согласно закону о прокуратуре, Оксаночка, вам будет такая статья, пускай вам даст постановление, что я нарушила, а потом вы будете меня отсюда удалять. Или составляйте протокол, вы обязаны в течение 7 минут это сделать. У нас не началось еще не открытое судебное заседание, у нас сейчас просто, грубо говоря, просиделочки. Вы это прекрасно понимаете. Пока еще не объявлено открытие заседание, поэтому сейчас, уважаемый пристав, просто посиделочки вы пришли здесь устроить, да? Нет, просто посиделочки, вы сначала... Вы сделали замечание, все, мы поняли. Вы владеете русским закономом, вы даже не дали мне договорить. Вы уже вас спросили, ваши данные подтвердить здесь. Вы не подтвердили. Вы меня просто отговариваете также. Хорошо, давайте я вас послушаю. Ну давайте говорите, я вас послушаю. Я все сказал? Все сказал? Тогда послушай меня. Я просто хочу сказать, им смешно. Они не нарушают порядок судебного заседания, который еще не начался. Выйдите, покиньте зал. На каком основании? Покиньте зал. Пройдемте. Никуда я не буду проходить. На каком основании я с вами? Я говорю, я вас не знаю, кто вы. Вы сначала мне представьте, с кем я вообще разговариваю. Конечно. Сначала покажи удостоверение. Вы же подходите к Карагану. Ну да. Весь полезный был. Подождите. Покажи. Ну что там написано? Там не написано имя, фамилия, должность, подразделение. Ну чего же написано? Значит так. Вы нас поймите. Мы тоже хотим, чтобы все было по закону. Правильно? Сейчас не по закону было? Конечно. А что он стоит? Все ржет все время, честное слово. У нас это не открылось. Если человеку весело, пусть он выйдет туда из зала и там веселится. Не нарушает, конечно. Я не нарушаю. Я сделала замечание. Почему он? Так вот именно он где? В цирке что ли? Что смешно? Ну спросите, он в цирке что ли? Он еще в цирке что ли находится? Почему он все время улыбается? Над кем он смеется? Мне неприятно. Над кем он из нас смеется? Я не понимаю. Я? Я понимаю, в отличие от вас, куда я пришла. Мы так сейчас понимаем. Ну так же вы не понимаете. По-моему уже это все понимают. Ну кроме вас, я даже не знаю. Да? Так заседание еще не открылось. Заседание не открыто. Вы нарушаете сейчас? Сейчас ваши действия. Мы нормально себя ведут. Я нормально себя веду. Я сделала замечание. Кричать? Вы на базаре находите. Он не в цирке. Понимаете? Я и сделала по этому человеку замечание. Что он не в цирке находится. Почему он над нами смеется сидит? Кто ему дал такое право над нами? Что мы ему сделали? Что он стоял и смеялся над нами? Вы спросите своего коллегу? Я думаю, может быть все. Замечание там сделали. Да, все. Мы все поняли. Мы приняли к сведению. Приняли к сведению. Да. Благодарю. И желательно предупредите, пожалуйста, своего сотрудника. Я не могу. Да. Своего сотрудника предупредите. Если ему весело, пусть он останется за дверью. Хорошо? То есть мы просто говорим, что... Предупредите его, чтобы он не улыбался просто. Не надо улыбаться. Мы в здании суда находимся. Да? Совершенно верно. Надо базар из этого устраивать. А никто не устраивает базар. Пришли вы. Вот данный. Он подтверждал свои. Правильно? Судья спросил. Зачем человек стоит, то улыбается. Да, смеется. Улыбается. Смеется. Если человек увесело, пусть он выйдет. Давайте процесс дадите вести. Мы даем процесс вести. Он еще не начал. Его не открыли процесс. Стоит в судебном месте. Он держит над нами. Грубо говоря. 5 минут. Я ему просто сделала замечание. Что ему смешно? Он что? Судья ведет процесс. У нас еще не открыла она. Понимаете, ребят? Она еще его не открыла. Когда она откроет, я не имею права ничего говорить. Сейчас она еще не открыла. Так он стоит и ржет над ним. Все. Давайте договоримся. Все. Мы только этого и хотим. Спасибо. Никто не будет нарушать. Ну да. Ты себе что ли грустишь? Если кому-то весело, пусть выйдет отсюда. И все. Пускай там находится. Он улыбался. Над нами. А можно к вам обратиться? Я просто не знаю. Вы не представили все. Я пока нет судей. Нет. Вы не знаете, почему тут знамя стоит? Я просто. Вы просто новый для нас человек. Знамя ставится на захваченной территории. Знамя ставится в воинской части. Но нет в суде. Тут должен быть флаг согласно приказу судебного арифортального. Понимаете, о чем я говорила? Это не случайно. Так. Все. Удачи. Приведу. Мы остановились на дате места рождения заявителя. Пожалуйста. Извлекатель. Место рождения? Да. Как видно было из моего документа в выставящей личность, здесь все прописано. Личность заявителя установлена. Присаживайтесь. Появляется состав суда, рассматриваются жалобы судебно-октябрьского района Благограда Витины, пресс-секретаря судебного заседания НСГО, участвует помощник прокурора Краснооктябрьского района Благограда Каменьев. У заявителей есть отводы, перечисленные листья? Отводов нет. Хотелось бы удостовериться в том, что присутствующие данные лица, которые были заявлены, являются теми, кто на самом деле есть. То есть мою личность удостоверили. А какие у вас сомнения, скажи? Но, вы знаете, меня с детства родители учили не верить никому. Поэтому какие сомнения? На этом сомнения есть. Мы живем сейчас в таком мире, что, вы знаете, когда перевираются, даже в этой жалобе, которую я указал, перевираются события, которые были и которые воочию засняты видеокамерой, то, извините, пожалуйста, о каком доверии может идти речь? Скажите, пожалуйста, у вас отводы есть? От состава сюда объявлены? Учащущие лица также объявлены? Отводы есть у вас? Вы знаете, насколько мне известно, для отводов должны быть основания. Ну, заметьте, если есть такие основания. Такие основания. Ну, вот на данный момент пока основания, кому я могу дать отвод, у меня нет, потому что я не знаю, кто присутствует в этом зале. То есть мою личность выяснили. Других участников никто не выяснил личность. Как я могу давать кому-то отвод, если я даже не знаю, кто данные присутствующие люди? Отводов нет у вас, правильно вы понимаете? Нет, не совсем вы правильно понимаете. Присаживайтесь. Хорошо. У прокурора есть отводы? Нет, но все, говорят. Присаживайтесь. Также правил выступить с репликой, получать копию постановлений судьи, вынесенного по вашей жалобе, обжаловать, вынесенные судьи решения. Также знать о подданных материалах, жалобах и представлениях, давать на них возражения. Понятно вам, Казахстан? Нет. Что непонятно, что разъяснить? Ну, хорошо. Я сейчас объясню. Дело в том, что, насколько я владею русским языком, права зачитать и разъяснить – это два разных совершенных действия. То есть разъясняются права, когда человеку полностью действительно говорят «вот то-то ты можешь, то-то, 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 это вот так, вот так, вот так». А просто зачитать права – это не разъяснение прав. Что непонятно, конкретно проясните разъяснение вам судьи? Ну, я прошу суд разъяснить мне права. Какое именно право из перечисленных вам непонятно? Все. Все непонятно. Да? Еще раз разъясняю права. Праве участвовать в судебном заседании? Вы участвуйте в настоящем судебном заседании, заявляясь в подады, если это любые заявления, отводы, право отводов вам будет разъясняться, вы сказали, отводов у вас нет. Праве знакомиться с материалом дела, то есть путем непосредственного прочтения, знакомиться с протоколом судебного заседания, аудиозаписью судебного заседания, подавательные замечания. С протоколом ознакомиться в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и с аудиозаписью судебного заседания ознакомиться в течение трех суток со дня окончания судебного заседания. Вы также вправе подать на замечание на протокол судебного заседания, аудиозапись судебного заседания в течение трех суток со дня ознакомления. Давать пояснение, представлять доказательства, подтверждение своих доводов. Давать пояснение на родном языке. Если вы языком русским не владеете, вы вправе давать пояснение на том языке, которым владеете. Также пользоваться помощью переводчика. Бесплатно государство может обеспечить переводчика, если вы не владеете языком, который ведется в судопроизводстве, иметь представителя по доверенности, который будет ваше интересное поддерживать судебное заседание, выступать с репликой по окончании рассмотрения данной жалобы. Вам будет доставлено право реплики, получить копию постановления судьи, которые будут вынесены по результату рассмотрения вашей жалобы в порядке ст. 125. Обжаловать данное решение, обжалуется решение в том порядке, который будет вам разъяснено в конце судебного заседания. Также знать о поданных по материалу жалобах и представлениях – это правило знать о жалобах и представлениях, которые поданы на данное постановление по результатам рассмотрения жалобы другими участвующими лицами и правило давать на них возражения. Понятно? Не совсем. Хотел бы я уточнить пункт по поводу ходатайств. Как подаются ходатайства и в каком количестве? По поводу ходатайств на любой стадии судебного разбирательства. В любом количестве. В любом количестве. Письменно или устно? Письменно и устно. Мне обязательно через канцелярию это все подавать или нет? Судебное заседание в праве любого ходатайства заявлять не обязательно, а подавать их через канцелярию. Не обязательно. Значит, я могу это, да, сделать? А в каком количестве я буду ходатайства? Уже ответил он все на этот вопрос. Стадия разъяснения прав окончена. Переходим к стадии ходатайств. У прокурора есть ходатайства? Не имеет. Да, конечно. Именно поэтому я и просил разъяснить. У меня права на счет ходатайств. Мне в каких количествах подавать эти ходатайства в одном экземпляре, в двух, в трех, в пяти, в десяти, мне не совсем понятен. Ваши ходатайства, слушаем, извините. Ну, то есть, в одном можно это поднимать, правильно? Извините, ваше ходатайство, слушаем. То есть, права не разъясняются. Я понял вас хорошо. Ну, во-первых, ходатайство первое. Об ознакомлении с материалами дела. В настоящий момент мне ни разу не была предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела. Прошу предоставить мне время для ознакомления с материалами дела и сделать копии с использованием фотоаппарата или подобных технических средств. В соответствии со статьей 120, 121, 122 УПК РФ, ходатайство подлежит рассмотрению непосредственно после его заявления. Решение об отказе в утверждении ходатайства выносит судью в виде определения. Поэтому прошу рассмотреть его ходатайство. Об ознакомлении сделает. Совершенно. Мнение прокурора по ходатайству заявителя. Возможно, удовлетворить данную заходу у вас. Следствующий постановил. Удовлетворить ходатайство заявителя. Объявить перерыв судебного заседания. 5 минут для ознакомления заявителя с материалом дела. Объявить перерыв судебного заседания. Что-то этого лица здесь не видать. Который за камнем хватался. скрылся с поля зрения когда ты стоим о необходимости вызове свидетелей вы просите приобщить письменное ходатайство об ознакомлении с материалами дела в соответствии со статьей 56 у ПК РФ в качестве свидетеля может быть вызвано лицо, у которого могут быть известны обстоятельства дела в подлежащем установлении. На основании вышезложно прошу суд вызвать в качестве свидетелей следующих лиц, которым известны обстоятельства дела. Это прежде всего того пристава, который Бондаренко, насколько мне помнится его фамилия. Потом другой пристав мне не представился, к сожалению, я не знаю, кто он. Вот третий, кстати, тоже. А, нет, извиняюсь, третий представился на видео, если я не помню, честно говоря, его фамилию. Тем более адрес проживания. Потом хотел бы я пригласить еще... Да, хотя, наверное, все, потому что, в общем-то, свидетелями выступает та видеозапись, которая велась с сотрудником СМИ. Вот. И я думаю, что вот этих двух свидетелей, даже трех, наверное, ну, достаточно. Еще раз, фамилии, следители, не слышались? К сожалению, я не знаю, знаю только Бондаренко, так как они не представились. Это судебные приставы, которые не допускали нас как прессу, нарушая тем самым 35-й ППВС от 12-го года, насколько мне помнится, если я не путаю, значит, об открытости и гласности судебного заседания. Они не допустили нас на открытое судебное заседание, а потом по якобы расследованию, насколько я понимаю, что я обжалую эти действия, выяснена была только фамилия одного Бондаренко, нападавшего на меня, никто не выяснял и не выяснил, и других приставов, значит, третий пристав он не представился, вернее, так сказать, второй, который находился с Бондаренко, а третий, который сидел на входе, к которому я заявлял, значит, о правонарушении и о нападении на меня, он представился, но его фамилию, а тем более адреса проживания, я не знаю, потому что такого ответа я не получил. Поэтому я могу только Бондаренко назвать и вот второго, к сожалению, я не знаю, так как из ответа, из ОП номер два присутствует только один Бондаренко и больше никто. Поэтому я хотел бы их вызвать, я их визуально помню, но, к сожалению, данных их я не знаю. И нападавшее на меня тоже не установлено. Все, спасибо. Да, пока да. Письма о тебе, желаете прощать? Вы знаете, я просто фамилию, не знаю адреса проживания, только одного Бондаренко, но я просто думаю, что, наверное, нет смысла подавать. Хотя можно и подать, и подательство, и письменное могу подать, да? Письменный текст, подательство, просите приобщить материал, правильно ли? Ну, совершенно верно. Почусь передать. Сейчас я запомню тогда. Хорошо. Как выясняем мнение прокурора по поводу сущности подательства, вызова свидетелей судебности, а мнение прокурора? Вообще, я полагаю, надо оставить без натворения, поскольку это не является предметом жалобы. И для чего-нибудь, спасибо. Мнение прокурора по приобщению письменного текста. Я вас прошу, пожалуйста. Представительствующий постановил о удовлетворении ходатайства заявителя отказать, поскольку заявителям, в ближайшем материале, на ходатайстве не указаны данные лица, в ближайших допросах судебного заседания, и также относимость допроса указанных лиц к предмету судебного разбирательства, по жалобу заявителя в порядке статистов 25-й, письменный текст с ходатайства, приобщив к материалам дела. Следующий ходатайство судебного заседания. В общем, ходатайство о необходимости проведения в виде фиксации и прямого транслирования, или, или, и, или, извиняюсь, прямого транслирования судебного заседания через сети интернет. С целью защиты прав человека, согласно статье 19 всеобщей декларации прав человека, далее всеобщая декларация, декларация основных принципов правосудия, или жертв преступлений и злоупотреблению властью, далее декларация международного пакта о гражданских и политических правах, далее пакт международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, далее пакт об экономических правах, декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, далее декларация о праве, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Далее Конвенция. Харти Европейского Союза об основных правах. Далее Хартия. Федерального закона обеспечения доступа информации о деятельности судов Российской Федерации от 22.12.2008. Федеральный закон 262. ФЗ об основах общественного контроля Российской Федерации. 212 ФЗ. Постановление Пленного Верховного Суда номер 35 от 13.12.2012 об открытости и властности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов. Статья 29.4. Статья 123 Конституции. Федерального закона 149. Федерального закона 273. Федерального закона 8. УК РФ, ГК РФ, ППВС от 13.2015. В целях проверки протокола судебного заседания, главным основанием затребования предоставления возможностей воспроизведения видеофиксации и прямого транслирования через сети интернет судебного процесса, не имеющим государственного значения, является заявление Путина. При выступлении на пост главы государства Федеральная программа по борьбе с коррупцией, на основе которой издан указ номер 601, пункт 3, под пункт Ф от 07.05.2012. На пресс-конференции президент РФ сказал, что если судья препятствует произведению видеосъемки, идя на поводу у представителей какой-либо стороны, это означает, что он намерен отпускать правосудие с отклонением от нон-федеральных законов, идти на сделку с совестью и склонен быть заинтересованным лицом той или иной стороны. Такому судья можно смело заявлять отвод, потому что он запрещает производить видеосъемку, преследуя цель скрыть факты процессуальных нарушений, которые благодаря видеосъемке впоследствии могут быть доказаны путем просмотра интересующих моментов. Необходимость проведения видеофиксации или прямой трансляции через интернет нужна и для осуществления прямого контроля события представителям Федерального комитета по борьбе с коррупцией. Отдела по контролю за исполнением законностей, так как рассматривание на данном судебном процессе дела, по моему мнению, имеет коррупционно-корпоративный криминальный оттенок и, возможно, потянет за собой ряд других правонарушений и событий. Прошу прощения. Пленный Верховный Суда России подготовил постановление, которое фиксирует право блогеров беспрепятственно вести в твиттер-репортажи и залы заседаний. Также приставом запрещено, подчеркиваю, выводить публику из зала, ссылаясь на неоглашенное решение судьи о закрытии судебного заседания. ВС намерен напомнить нежестоящим судам, что для закрытия процесса или его части одного желания сторон недостаточно. Более того, необоснованное закрытие заседания может повлечь отмену приговора. 11 декабря 2012 года Пленум Верховного Суда одобрил проект постановления и 13 декабря 2013 года принято постановление ВС номер 35 об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов. Верховный суд напоминает, что принципы гласности, превосглашенные целым рядом международных и российских законов, в том числе Конституции, а также Конвенции о защите прав человека. Поэтому судам следует создавать необходимые условия для обеспечения открытости и гласности судопроизводства для всех, включая людей с ограниченными физическими возможностями. Гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса. Особо оговаривается необходимость присутствия на заседаниях судов-журналистов. В данном судебном заседании присутствуют представители СМИ. Проводить открытые заседания в залах, исключающих возможность присутствия кого-либо, кроме представителей сторон, не допускается. Подчеркну особо. Судья, который намеренно создает условия, ограничивающие или исключающие проникновение в зал заседаний зрителей, в том числе журналистов, нарушает профессиональную этику, согласно закону по статистике судей. Статья 12.1. За нарушение кодекса судейской этики на судью может быть наложено взыскание в виде предупреждения или досрочного прекращения полномочий. В случае недостаточной вместимости зала судебного заседания суд должен организовать трансляцию судебного заседания в режиме реального времени. В закрытом режиме могут слушаться дела, материалы которых содержат сведения о государственной тайне, тайне усыновления, врачебной тайне и т.п. Федеральный закон от 22 декабря 2008 года, номер 262 об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации, номер 123 ФЗ, номер 200 и 240. Действие настоящего федерального закона распространяется на отношения, связанные с предоставлением информации о деятельности судов, редакциям средств массовой информации, в части не регулированной законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. Диспозитивность, подчеркиваю, диспозитивность юридической категории, характеризующая возможность свободного распоряжения субъекта, право его правами. Умоление прав, как разновидность ограничения прав, недопускаемого Конституцией, подчеркиваю еще раз, недопускаемого. 1. Чрезмерное ограничение. Такое ограничение, которое вторгается в основное содержание права. Допускается какое-либо существенное нарушение права. Осуществление такого регулирования, которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания. Постановление Конституционного суда от 15.01.2002.1.П. Президент Российской Федерации указ от 28 марта 2011 года номер 352 о мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации. В целях обеспечения надлежащего исполнения поручений и указаний Президента РФ постановляю утвердить прилагаемый порядок исполнения поручений и указаний Президента РФ. Установить, что руководители федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов и высшие должностные лица, руководители высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, несут персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение поручений и указаний президента. Открытое судебное заседание назначено 27 ноября 2019 года, руководствуясь статьями 120, 121 и 122, заявляя о видении в виде описания субъекта заседания посредством видеокамеры Panasonic HC-V500 либо Panasonic HDC-SD750 и штатива, либо без фонова. Видеозапись судебного заседания будет рассчитать самостоятельно, либо при помощи третьих лиц. Поэтому ходатайство и заявление рассмотреть и приобщить к делу. Передайте, пожалуйста. Александр Иванович, уточнить по вашему ходатайству, как следовательствует полагать необходимо, вы сказали и или или трансляцию, и видеозапись. То есть как и видеозапись и трансляцию, или либо то, либо другое? Извините, пожалуйста. Замечание. Заявитель вам занесен в протокол судебное заседание, поскольку использование мобильных телефонов судебное заседание не допустим. Это не мобильный телефон, а будильник. Будильник, это аж. Но мне нужно принимать лекарства, поэтому извините, пожалуйста. Перерыв подъявите. Да, не будет ничего. Я сейчас без шумя на режим. Пожалуйста, видеозапись или видеотрансляцию, что просите? Я там написал и, или. То есть в данный момент трансляция пока не нужна. Значит, работник СМИ фиксирует данные заседания. Письменный текст просите приобщить на тебя? Ну да, конечно. Мнение прокурора. Да, пожалуйста, у вас пойдет, правильно. Представитель еще постановил. Продатство заинтересовало. Высловите, разрешите введение видеозаписи в судебном заседании. Письменный текст с хозяйством. Приобщите к материалам дела. Есть еще податство? Ну, пока вроде все. Пока нет податства. Извините. Перекладник рассмотрения жалоба по существу. Докладник с материалом сделан вращаться к жалобам. Воробьев Александр Иванович обратился в суд с жалобой в порядке статистов 25-й уголовного традиционного кодекса Российской Федерации на постановление старшего участкового полномочного отдела полиции номер 2 ОМВД России по городу Волгоград-Смирнова от адреса октября 2019 года об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по итогам проведения процессуальной проверки по заявлению Воробьева по фактам правомерных действий сотрудников СССР полагает данное постановление незаконным, необоснованным, а проведенную проверку неполную. Пожалуйста, слово заявить. Поддерживаете этот жалоб? Совершенно верно, в полном объеме поддерживаю. Дополнения нет у вас? Нет, я вроде все написал в жалобе. Нет дополнения? Да. Мы исследуем представленные заявители материала. Материал содержится в жалобе, в ходу на заявитель, а также копия обжалуемого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 11 октября 2019 года. Участковому полномочному отказать в возбуждении уголовного дела с сообщением о проблеме на основании пункта 1 ч. 1 ст. 24 УК РФ отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотрена статья 306 УК РФ РФ в отношении Воробьеву. Постановление установлено право прокурору Красноотенбурского района города Баграда для проверки и Воробьеву, разъяснив право обжалования данного постановления, что было сделано заявителем, в порядке ст. 125. Менение прокурора, пожалуйста, исключено. Я рассказал при общении материалов по жалобу к постановлению об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на управление материалов для проведения планки пророки от 28 октября 2019 года. Действительно, в последующем производстве пожалований прекратили 20 лет пожалований. Менение заявителя по ходатайству прокурора при общении к материалам дела в кофе постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Желаете ознакомиться? Да, конечно. Я это и хотел. Да, конечно. Высказать мнение. Ходайство, пожалуйста. Да, конечно. Спасибо. Вы знаете, мое мнение таково, что, ознакомившись с данным постановлением, не совсем я с ним согласен, поэтому я возражаю. Дело в том, что здесь, в этом постановлении предлагается возбудить дело по статье 6.1.1 КОАП. Дело в том, что статья 6.1.1 КОАП, насколько мне помнится, если мне не изменяет память, она о побоях, по-моему, да? Если я не путаю. Здесь обжалуется действие должностного лица, который не принял дело по уголовной статье 144-й. Это нападение на журналиста при, значит, исполнении своих обязанностей, о превышении должностных полномочий, о нарушении ППВС-35, о чем я в жалобе своей указал. Это совершенно разные основания для отказа доследований. Поэтому я считаю, что данное постановление не должно быть приобщено, так как оно совершенно уводит в сторону. совершенно уводит в сторону. И не, как это выразится, не основывается на том, что действительно будет проведено расследование по установлению личности, нападавшего на меня, и о превышении должностных полномочий, а также бездействию судебных приставов. Таково мое мнение. Возражаю, конечно. Возражаю, конечно. Я сейчас только до этого обосновал, что уводят в сторону. И насколько я понимаю, как я заявил как раз в ходатайстве заявление, точнее, о видеосъемке, я подозреваю по моему личному мнению, что здесь присутствует либо покрывательство, либо какие-то коррупционные связи. Опять же, по моему мнению, потому что на те действия приставов, когда я заявил о правонарушении, точнее даже, ну, сначала о правонарушении, да, никак не отреагировали. И я подозреваю, что, по моему мнению, здесь состав присутствует преступления по 144-й статье, по 286-й статье и по, если я не путаю, 93-й, а я там жалобы, по-моему, указал 42-й статье, 144-й, 286-й и 293-й. То есть я, по моему мнению, вижу здесь именно составы данных преступлений. И это все видно из видеоролика, который снимал мой коллега. Вопрос немножко о другом заявителе по поводу того, что вы обжалуете постановление об отказе в избуждении дела, которое прокурором уже отменено. Имеется ли предмет обжалования в настоящее время, если отменено прокурором это постановление? Вот мы о чем говорим. Имеется ли предмет обжалования, имеется ли основание для прекращения производства по жалобу? В данном суде? Да, в данном суде. Я вас понял, да. Ну, если прокурор отменяет, то, наверное, да. Есть основания для прекращения, правильно? Ну, я понимаю, что так. Судя, отдаляется священную комнату по ходатайству прокурора, прекращение для прекращения. Обращайтесь к основанию, 27-й годы 2015-го года, город Благодар, судя Красноярского района, судя города Благодар, Дмитрина. При секторе, разговор с участием помощника прокурора Красноярского района города Благодар, Дмитрина, заявителя Воробьева рассмотрев под poco суденоседание жалобу Воробьева Александра Ивановича порядки. Ф Katrina 25 н. Постановление старшего участкового помоченного полного Gear 2 МВД России по городу Благодар Смирнова до 1 ноя Command cup 2019 года, в отказе в из almost дел. Установил пробег возрасте, в суд period же 2015-го по свидетau поездку на порядке. Статистика 25 поaye на постановление старшего участкового помоченного, окном, 2 из notice города Благодар, Смирнова от 1 нояrica 2019 года, по выходе и статистики Продолжение следует... 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 Продолжение следует...